Здесь вродила муха. Это означает, что будет дождь, потому что они заходят тогда, но перед дождем чувствуют, что дождь будет. Поэтому, чтобы неправильно уходить, они собегают в комнаты. Я ее потеряла, потому что надо было выдворить оттуда. А от того, что вы ее выдворите, вы погоду не измените? Я не люблю, когда муха бегает, потому что она такая грязная, она на все садится, у нее сколько бактерий. А ты знаешь, какое у меня отношение к всяким паразитам и бактериям? Поэтому я такой источник бактерий, на котором он видел, может быть, я из разных паразитов быть на лапках, я его не потерплю. Поэтому я должна его отсутствовать. Я не понимаю, а как вы терпите людей, самых-самых худших паразитов из всех существований? Ну, ничего, но они внутренние, что у них паразиты имеются в виду, грехи и так вот далее, это ничего, нужно терпеть. А вот внешние паразиты на руках у них, и так это я не терплю. И я всегда борюсь, чтобы они, я имею в виду своих близких, чтобы они соблюдали правила, не только мыли руки, но и во время еды не разговаривали. Чтобы слюна не валилась на пищу и так далее. Даже старые люди говорили, когда я ем, я глох и нем. Это означало, что надо тихо есть, без разговоров, а потом уже можно разговаривать. И это они знали, почему так надо делать. Так что, где моя муха? Куда она девалась? Она большая. Она была большая, весенняя муха, черная и страшная. Ну ладно, она, значит, пошла на свет. Они очень любят свет. И у меня уже методы есть, как с ними бороться. А это очень легко, когда она не уходит, не выходит из дома. То надо, как в шахматах, сделать отвлекательный ход. То есть включаешь свет, и вот включаешь там, где она, она выходит на свет. Потом постепенно выключаешь, включаешь, дальше дальше его выводишь. А что там? Ищет тут. Правда? Продолжение следует...